турбо подзаголовок серии время портов всем привет сегодня мы поговорим об играх портированных на dandy или правильно с других игровых платформ а чаще всего sega мега драйв уже тогда в конце девяностых когда на прилавках киева стали появляться эти произведения китайских товарищей я относился к портам как к второсортным играм предпочитая пусть более старые но добротные игры от capcom konami или data ist в некоторых играх я впрочем не заподозрил что они порты хотя они таковыми были а некоторые порты мне все же нравились вот сегодня я делаю обзор портов с которыми познакомился в 90 и позже и которые заслуживают внимания а некоторые не совсем знаменитый aladdin да это порт причем с графика из версии aladdin а для super nintendo в 90 я многократно проходил этот порт даже не подозревая об его природе игра настолько добротно сделано что кажется будто над ней трудился какой-нибудь дружный капкомовский коллектив на деле же игру сделала тайваньская команда разработчиков hammer 1995 году на основе движка из другой их игры самаре или самаре про который я расскажу чуть позже нтендовский aladdin затмил своим качеством играбельностью и графикой официальный aladdin для каждого уровня в игре дается пароль что облегчает прохождение в этом игра даже превзошла сеговскую версию где каждый раз приходится проходить все уровни от начала до конца я не встречал в киеве другой порт aladdin а сеговский а такой существует под названием супер aladdin в отличие от хаммеровской версии тут больше графических заставок и если рассматривать эту игру отдельно без сравнения то выглядит она неплохо а в заставках просто замечательно но при сравнении с хаммеровской версии впечатление сразу портится ежик соник вот такого ежика соника я играл на дэнди в 90-е годы и признаться даже сейчас эта игра производит впечатление своей отлаженности играбельность и замечательной графикой выжимающий из железа все возможное вот только музыка жидковато полноценная игра портом и не пахнет кажется будто играешь версию sonic какой-нибудь sony master system но тогда в 90 я не знал что этот sonic в свою очередь переделка дальнейшее развитие игры 1994 года под названием самари порт сеговского соника той же командой хаммер они качественно и точно перенесли на нинтендо сеговский блокбастер но заменили соника на брата марио а слово самария составлены из двух слов sonic и марио игра самари отличается от последующего соника которого я вам показал раньше другим порядком уровней и плохим управлением ваш персонаж менее послушен и у него есть ощутимый люфт что впрочем роднит его с подлинником стоящая за самари равно как за соником команда хаммер пожалуй самый известный разработчик нелицензионных игр имевшие впрочем своих издателей хаммеры делали порты street fighter mortal kombat донки конг каунтри 4 червяк джим тени тур адвенчер 6 червяк джим 3 и многие другие команда хаммер состоялась примерно десятка человек имена коих известны в узком кругу по титрам и по исследованию игровых ромов при помощи шестнадцатиричных редакторов также ярко выделялись среди других порты тайвана китайской компании супергейм тесно связаны с тайваньским издателем big которая в свою очередь связана с камерикой отличившийся своеобразным бунтом против нинтендо в плане выпуска собственных картриджей так вот микросхемы для части этих картриджей производил именно big известная также как realtech с си в конце бугермен средняя бродилочка с глюками графики когда персонажи начинают дружно мигать в 90 эта игра привлекала только схожестью сеговским подлинникам несовский бугермен в девяносто седьмом году разработал как раз команда супергейм но игра получилась гораздо хуже чем например их желаем king контра спирит еще одна мигающая поделка на сей раз вот эй хао янг то есть отчасти бывшей команды сочин сочин я не знаю как правильно ударение ставить эй хао янг создал также порты 1 пока хонтас супер донки конг микки мания 7 и той истории контра спирит у меня есть на настоящем картриджа но из-за ее невообразимого геймплея и я никогда не пытался ее пройти червяк джим 2 от супергейм с тем же движком что и супергейм ски король лев нет никогда не нравился сеговский червяк джим и в лесовского я играл в 90 только потому что однажды не было другого более менее приличного картриджа на обмен у меня была коллекция картриджи и обменный фонд я менял картриджи на караваевых дачах некоторых магазинах и вот в обменный фонд входили один два картриджа игры которые были проходными мне особо не нравились и вот одно из таких игр стал червяк джим 2 создали этот порт тоже участники распавшиеся к тому времени команды сочин но джим получился у них лучше чем контра пиратская игра выпускалась на картриджи издателем шин шин электроникс причем с очень жесткой защиты от копирования программисты использовали для этого аж 12 разных трюков червяк джим 3 хамаровский вариант 3 джима поживее чем вторая часть от бывших сочин однако совершенно не уравновешен геймплеем к скорости и качеству графики нареканий пока хонтас этот порт сеговской игры был сделан 97 году разработчиком эй хао янг из многожанрового шедевра получилось крайне неспешная бродилка с противным звуком хотя неплохими заставками игра на большого любителя если уж совсем вот не ваша играть пока хонтас 2 первое впечатление от этой игры много лучше чем от первой части версия пока хонтас от супер гейм получил сочнее живее быстрее пока хонтас тут покрасивший почти как на сеге и даже с полноценным переключением на зверька соратника пока хонтас мико или мягко я уже забыл как правильно произносится увы сбросив при помощи этого зверька камень я так и не смог поэтому камню уже управляя пока хонтас залезть на скалу и вы сейчас видите мои тщетные потуги вероятно игра дальше не менее красочная и живая вот только непонятно зачем ее вообще делали если геймплей на первых же шагах хромает на обе ноги передвигается на костылях а лайон кинг самый известный порт от супер гейм и тянет на полноценную самостоятельную игру причем довольно отлаженно хотя некоторые моменты очень раздражают а первый уровень в черно-белом режиме на советском секамов скам телевизоре проходился методом проб и ошибок ибо было не ясно где находятся полы и преграды как в случае с пока хонтас 2 почти в начале игры правда на втором уровне разработчики запихнули труднопроходимую фигню вот с этими обезьянами я сейчас не помню как их проходить а и в 90 долго мы с братом не могли понять хотя как-то поняли но все равно это версии игры на обе лопатки кладет официальную версию lion king разработан разработанную для nes dark technologies и изданную вёрджин судите сами вот она 3 5 6 7 8 8 8 10 9 10 9 Бумба! А вот это вполне хардкорная бродилка, разработанная TomSoft Studio в 95 или 96 году. В начале можно выбрать персонажа, кем играть, и у каждого персонажа свои особенности, великолепная графика и звук. Лайон Кинг 6, сразу 6, после 3, сразу 6, продолжение третьей части от того же разработчика, выпущенное в 98 году. Графика и звук вполне тянут на уровень Sega Master System, кажется из железа NES вытянули почти столько же, как Battle Thoughts. В игре очень мрачные экраны Game Over, Симба вешается, Таймон самозахоранивается, а Пумба прыгает в котел, чтобы свариться там. Mortal Kombat 3, тусклый, скучный порт от Super Game, к тому же совершенно беспомощный в плане искусственного интеллекта противников. Мортал Комбат. Я знаю, что Комбат, но в песне же пелось. Мортал Комбат. А почему так они пели? Потому что французы пели. Вот знаменитая песня. Мортал Комбат. Это написала группа Прага Хан. Им заказали написать к Мортал Комбату целый альбом. И они написали. И они французы, поэтому у них Мортал Комбат. Так вот, Мортал Комбат 3 от 18 People Midway, более добротный порт, как понимаю, от китайской команды 18 People Midway. От этой версии уже есть некое ощущение, что вы управляете не прыгающей картинкой, а персонажем. Хорошая игра на двоих. Мортал Комбат 4. Красочный и какой-то самостоятельный порт с откровенно китайской музыкой. Мне очень понравился вот этот зловещий фон с деревьями, но какого-либо другого фона я в этой игре не видел. Геймплей никакой. Супер Шиноби от Супергейм. Порт стоит на уровне Короля Льва. То есть не только похож на подлинник, но в него вполне можно играть, хотя скороспелость налицо. Например, во время сражения с боссами музыка не меняется, да и сами сцены не впечатляют, кажутся какими-то посредственными. В основном хочу отметить удобное управление, качественную графику и музыку. Супер Данки Конг. Неторопливая игра, в целом с неплохой графикой и заставками. Не вызвало у меня желание пройти даже первый уровень. Признаться, я небольшой поклонник и подлинник для Супер Нинтендо. Супер Данки Конг от Ксянг Жао Кхуан. Даже не порт, а самостоятельная бродилка со своей графикой, нестыренной из других игр. Игра довольно хардкорная из-за странного управления, но выглядит солидно. Есть даже паролик уровня. Разработана она в девяносто четвертом или девяносто пятом году командой или компанией Ченг Ду Тай Джинг Дадон Компьютер Ко, которая выпустила еще несколько довольно, опять же, самостоятельных портов. Помню, я играл в этот Данки Конг в девяностых и даже прошел его. Среди портов, пожалуй, это шедевр вроде Аладдина. Супер Данки Конг 2 – качественный, красочный порт с анимированными фонами и ощущением от персонажа близким к подлиннику, то есть таким же неуклюжим. Итоги. Хотя портированные игры и выглядели похожими на Сеговские и Супер Нинтендовские, а некоторые порты сами по себе были замечательными играми, я, как же Рико Хомпрежа, все же предпочитал естественные для Нинтендо игры, которые, будучи в присущей этой платформе стилистики, вложили на обе лопатки порты по геймплею, звуку и графике. Кстати, насколько я знаю, ни один порт не порадует нас многослойными фонами с параллаксом. Все порты кроме Аладдина и по сути самостоятельного китайского Данки Конга вызывают ощущение недоделанности, не говоря уже о вторичности этих игр. Быть может, если бы китайские и тайваньские разработчики делали не порты с приставок следующего поколения, а самостоятельные игры, то мы бы играли в полноценные игры с качественной 8-битной графикой и отточенным геймплеем, а не как на закате Советского Союза были кооперативные джинсы варенки, так и эти порты. На этом все, с вами был Петр Семилетов, передача ТУРБО!